Богу хвала Богу хвала 1 по 23 стих «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Сидево в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «С нами Бог». Второе место – это послание апостола Павла к Титу, 2 глава, 11 стих. Послание к Титу, 2 глава, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Садитесь, пожалуйста. Итак, Рождество, да? Я вот тут выписал, думаю, вначале сразу скажу. Жена моя, Вера, вот пела этот гимн, думаю, вот как раз вот вначале, чтобы обозначить этот как-то праздник, вот эти такие слова. Наш Христос явился на землю, чтобы людям грешным помочь, чтобы все обрели спасение. Он родился в тихую ночь. Рождество – это праздник мира, Рождество – праздник каждой семьи, Рождество – праздник христианина, Рождество – праздник счастья, любви. Друг, спеши к Иисусу скорее, бедный грешник, немедли иди, верь, получишь в душе утешение, Бог спасет и тебя от беды. И вот такое пение, я не знаю, кто эту песню написал, мне сказали, но я думал, ну хорошо, если-то это так. Ну вот, Рождество. Мне очень понравился прошлую субботу, у нас был утренник и декламация, она немножко так, как бы чувствовалась замедленная реакция слушателей. Ну, в общем-то, все потом зааплодировали и похлопали. Вот главную роль играл у нас Симеон Васильевич Федоров, да, ну, также Симея Гапоновых, кто-то участвовали, многие. Вот, суть Рождества. Там вот, сёстры пели «Тихая ночь», объяснили ему, что такое. Вот, чтобы нам, вот, христианам 21 века в этой суете не забыть суть этого Рождества. Рождества, чтобы вот за этими украшениями, которые мы, в общем-то, видим вокруг себя и у себя в доме наряжаем, как-то по-особому, да, вот эти подарки покупаем, суета вот эта такая вот, ну, и мир, в общем-то, такой, который и не знает Бога, он тоже празднует по традиции, хорошая традиция, хороший праздник. Вот, ну, чтобы мы знали суть Рождества, что Спаситель дан нам. И вот я прочитал два места Священного Писания, вот, я специально прочитал первое, как бы, чтобы не было каких-то, может быть, осуждений, что я тут кальвинизм и хочу проповедовать. Но, с другой стороны, я прочитал и послание апостола Павла к Титу, что «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков», да, и Христос также говорит в этом же Евангелии, что «Придите ко мне все, труждающие, обремененные, и я успокою вас». Но вот в этом стихе, от Матфея 1 глава, 21 стих, в общем-то, я на этот стих хотел проповедовать, что «И родить же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот, на это кратко порассуждать, чтобы мы понимали, вот, суть нашего, как бы, Рождества. Помните, Евангелие от Матфея начинается с родословия, да, вот, там 14 родов от Авраама до Давида, потом от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и с переселения в Вавилон до Христа Владыки еще 14 родов, 42 рода. И вот там перечисляется, в общем-то, израильский народ. Я помню, когда мы учились, нам говорили, что Евангелие от Матфея, это является, как бы, мост с Ветхого Завета в Новый Завет. И почему и в каноне его внесли сразу же, вот, первой книгой Нового Завета. Потому что, в общем-то, Евангелист Матфей, мы все хорошо знаем, он был сборщиком подойти, да, такая очень хорошая работа у него была, денежная, да, и вот, как написано, что следуй за мной, и он оставил все и последовал за Христом. То есть, это видно, что это было решение, ну, такое, настоящее, потому что обычно с таких теплых мест просто так не уходят. Ну, хотя в израильском народе мы знаем, что вот эти сборщики налогов, которые обирали свой народ, вот, они, как бы, должны заплатить, значит, кесарю все вот эти налоги со своего народа, и плюс еще самим остаться довольным и не обеднеть, вот, и, в общем-то, их народ свой не любил, вот, вот, там, так, например, мытари, грешники, вот, их присчисляют, что они одно. Но я думаю, что, возможно, Матфея очень тяготила эта ситуация, я вот, мы вот в этом году даже два раза уже, я как бы не пропагандирую это, но как-то обычно на Пасху мы, когда приехали сюда в Америку, мы стали вот на пасхальной неделе, и вот рождественское, эти христианские фильмы показывают, ну, мы ездим семьей, чтобы как-то вместе быть, и вот там как раз тоже показывалось вот этот фильм, что тут он даже со своего отца там в фильме показано, что он там сдирает какие-то налоги, все. Я думаю, что, в общем-то, ну, это в фильме, в сюжете, ну, в общем-то, если так догадаться по ситуации, что он оставил все и пошел за Христом, я думаю, что это его уже очень тяготило. И вот евангелист Матфей, он пишет родословие, то есть он как бы обращается в своем послании к народу израильскому, да. Вот здесь написано, что он спасет людей своих от грехов их, да. Господь, мы знаем, пришел к своим, да. Вот, когда Господь пришел, ну, свои его не приняли, да. Вот это Иоанна 1 глава, так это и говорит, пришел к своим, но свои его не приняли. Это в 11 стихе. А 12 стих, он как бы открывает дальше. А те, которые приняли его, верующим во имя его, дал быть власть быть чадами Божьими, то есть детьми Божьими. То есть вот это слово «свои», оно не всегда может быть, как бы, относится, ну, вот так вот однозначно, да. Потому что мы, в общем-то, если знаем историю Ветхого Завета, тогда, когда Господь дал 10 заповедей своему народу, когда они вышли из Египта, из плена, из рабства, он на горе Синай дал 10 заповедей, да. Он дал, в общем-то, хороший закон, да, что как себя вести, что можно, что нельзя. Ну, мы знаем, что впоследствии израильского народа они придумали еще 613 заповедей к этим 10 заповедям. Хотя Господь в дальнейшем говорит вообще, ну, так для всех людей, которые приходят к Нему, Он обозначает вообще две заповеди. «Вослюби Господа Бога твоего всем сердцем» и «ближний того, как самого себя». Это вот говорит даже тем же фарисеям, которые его спрашивают, какая наибольшая заповедь в законе. То есть мы люди, мы в своей, так сказать, самоправедности, мы, может быть, в хорошем таком пожелании ходить чистым пред Богом. Мы много-много-много делаем вот этих дополнительных препятствий, которые и сами не исполняем, и другим мешаем. И вот Христос пришел к своим, да, как бы все пророки говорили об его приходе, да. Народ израильский, вот это священство, храм, уже был второй храм, который первые вавилоняне разрушили. Этот был второй храм, когда он явился в этот храм. И были пророчицы, что следующий храм будет намного выше, хотя он по таким строительным характеристикам был более тусклым. Да, но то, что явился Господь, сам Бог в этот храм, из-за этого он и называется, что он более осветится, этот храм. И вот Христос пришел к своим, и свои не приняли его, да. Они знали закон Божий наизусть, они знали, вот, когда он должен прийти, вот, в общем-то, все пророки, которые говорили, в каком городе должен родиться, да. Вот мы вчера, вот, как раз тоже братское общение у нас было, и я, правда, ушел с Петром вниз, собирали, по-моему, сколько, вот, каких значений было, таких ярких прирождений Иисуса Христа. Вот, ну, я так немножко вспоминал, что вот, когда вот даже, ну, ангел Гавриил пришел, возвестил Марии, что вот она примет от Духа Святого, родит. Вот, потом, значит, тому же Иосифу он хотел отпустить ее тайно, видя, что, ну, как бы, и по закону было, что надо было предать, если они были еще не женаты, только обручены, вот, она имела во чреве, то есть беременная была. И ангел явился ему во сне, что прими ее к себе. Потом рождение, вот, перепись, он идет в Вифлеем, свой, значит, откуда он родился, Иосиф. По дороге приходит время родить ей, да, и вот рождается Иисус Христос. Вот, я больше-больше как-то вот это так понимаю, что, ну, 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 как вот, ну, родился бы Христос, ну, в каком-то, вот, я не знаю, там, вот, у Симеона, да, помните, Симеон, который взял на руки младенца, сказал, ну, нет, пускаешь раба своего с миром. Ну, вот, как-то вот, чтобы вот так, а тут раз, не, не, и вот у скота, то есть даже в кормушке, да, вот, что скот кушает. То есть рождение Иисуса Христа было, ну, так скажем, сопровождались очень большими знаками такими, что это не просто человек родился, это Бог. И вот, что первые, кто ангелы возвестили эти вот слова, мы их хорошо знаем, я как-то даже проповедовал на эту тему, мне как-то Бог так уже открыл тоже, что вот я возвеличаю вам, ангел говорит, что великую радость, ибо ныне родился вам царь, и вот радость, слава Вышних Богу на земле, мир в человеках благоволения. То есть ангелы воспели, они воспели не вот в царском доме где-то вот у Кесаря или где-то там в каких-то даже пересвященнических кругах, а именно простых людях, пастухах, пастухам. И вот это вот тоже символизирует такая открытость Бога ко всем слоям как бы общества и тем, которые не могли, может быть, прийти даже в царские палаты, а вот в эту, значит, стайку, в эти, значит, загон скота, они могли прийти и воздать Богу славу. И вот народ израильский, он, видя все это, не верил его, да, и вот здесь я как бы хотел обозначить, что не все свои-свои, понимаете, то есть, ну кто же такие свои? И вот Иоанн в 12 стихе, он отвечает, что те, которые приняли его, во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Чтобы мы вот в это Рождество, мы понимали, что это такое Господь, что Он родился и что Он пришел сделать для нас. Мы обычно, вот как бы идет у нас какая-то евангелизация, благовестие, мы направлены как бы к неверующим больше, да, но вот здесь в этом стихе говорит обращение к верующим людям, что Он спасет людей своих от грехов их. Второй момент, который я хотел тоже обозначить, что вот от грехов их. Что же это же такое, что вот верующие люди свои и грехи, да, все мы знаем грехопадение Адама и Евы, и вот с этих времен, в общем-то, и мы живем так же вот под властью этого греха. И сила греха, это считается вторая сила после того, что, ну вот имеет Бог, да, вот сила любви, прощения, да, и вот сила греха, которая гнетет, в общем-то, нас постоянно на протяжении всего времени. И главное вот осознавать, если мы читаем и вот исследуем Писание, да, в общем-то, Бог дал, когда эти десять заповедей, Он же понял, что, народ, поймите, что вы не сможете этих сделать, исполнить даже вот эти десять заповедей. Народ это, как бы, многие понимали и искали спасителей, ожидали Мессию, как тот же Симеон, вот, а многие пытались исполнить, и, в общем-то, когда Христос пришел, они Его не узнали. И вот, чтобы мы были также христиане 21 века, вот, в том числе, которые понимали нашу греховную природу. Я помню, когда мы сюда в Америку приезжали, мы использовали в Москве вот этот Пятидесятническую церковь, когда у нас собеседование приезжали, значит, и также, когда уезжали уже, переезжали в статусе беженца сюда. Да, и вот помню, мы зашли, я, может, даже как-то и говорил, это с проповедью, но это давно уже было. И там очень было много народа, мы пришли, у нас четверо детей, и один одного меньше. И вот сестры там, как бы, не было нигде места, в подвал нас завели, там что-то, там, ну, не было места. Потом, если, ну, вот, здесь вот четыре женщины находятся, значит, вот к ним, это самое. И вот одна так проповедовала, что рожденный от Бога не грешит. Ну, и вот я помню, что это самое, ну, вот, ты же видишь, говорю, там у Веры, вот, как раз грудной, а Кристина была. Ну, уступи место, там уже четыре часа стоим. Ну, хотя бы подвинься, не то, что уступи место, это самое, она лежит на койке, самое, и вот, рожденный от Бога не грешит. Я так сразу так, ну, как-то так немножко ее облечил, ну, хотя не то, что я хотел место взять, вот, хотя, когда мы уже уезжали, когда билеты были, статус беженства, нам дали даже на втором этаже, где вот служителя даже там собираются, там уже раковина, туалет был отдельный, вот, уже как бы уже, ну, кто его знает, на собеседении он приехал, пройдут, не пройдут они, пускай вот в таких тяжелых обстоятельствах, а потом, значит, уже в таких более комфортных условиях. Им я как-то это запомнил очень сильно, и сразу же, я, в общем-то, в таком был состоянии теплом, да, когда переезжал в Америку, но я сразу вспомнил и того же Иоанна, я говорю, что там же написано, что если мы говорим, что мы не согрешаем, то мы представляем Бога лживым, то есть все мы согрешили, лишены славы Божией, вот, объяснил я так. И вот самое главное, как бы, мы, чтобы понимали, что грех, в общем-то, живет в нашей плоти, и он будет, мы эту борьбу будем иметь на протяжении всей нашей земной жизни. И вот, и, как бы, в пример, и, как бы, обоснование моей мысли я хотел привести апостола Павла. Помните, когда вот он был Савлом еще, когда он исполнял закон Моисеев, очень хорошо знал наизусть там, наверное, все, да, и он даже говорит, что я более сверстников своих старался, то есть это действительно было искреннее его желание служить Богу, вот, но по сути своей он не служил Богу, он гнал Бога, вот. И когда Господь ему открылся по дороге в Дамаск, он осознал это. И его слова уже, вот, послание к Тимофею в первой главе, он пишет, это... Ну, вы помните прекрасно то место, что когда он говорит, что я из грешников первой, то есть не когда-то был грешником первым, а сейчас. То есть, если мы осознаем нашу нужду в Спасителе, мы ее должны осознавать, ну, на протяжении всей нашей жизни. Хотя, может быть, у нас какие-то есть взлеты, какие-то, может быть, ну, победы в нашей жизни, они нам приятны, в общем-то, но по сути своей мы понимаем, что борьба происходит у нас каждый день. Даже вот, я думаю, что сегодня, может, у кого-то плохое настроение, какие-то, может, какие-то проблемы были. Вот, остаться, не пойти, вот у меня была тоже такая борьба, вот, на этой неделе очень такая серьезная. Вот, я тоже как-то вот как... Ну, то есть, с плотью начинаешь бороться. И вот, когда ты начинаешь с ней бороться, Бог как бы по-особому касается тебя. Вот, на этой неделе буквально в среду я просил молиться. Ну, и Господь так благословил, вот, как-то по-особому я так ощутил Божье присутствие в своей жизни, вот, на работе. Вот, благодарность всем, которые молились. И вот, сегодня, буквально вчера, нет, в пятницу вечером в 9 часов, мне Женя позвонил, он говорит, болею, говорит, можешь попроповедовать за меня? Я говорю, ну, честно, не знаю, сейчас вот... Ну, и потом написал, ну, да, прочитал там место священного писания, в дневнике написано, у меня было там, буду славить, буду провозглашать имя твое святое. И вот, ну, Давид пишет в псалмах, я думаю, ну, нельзя отказаться, тем более на Рождество, я думаю, я скажу обязательно, написал ему ответ, что... Ну, вот, сегодня я проповедую, и вот этот стих, который я хотел, чтобы мы хорошо поняли, что Господь нужен нам, то есть мы также на протяжении всей жизни согрешаем, и много согрешаем, вот, и эта борьба у нас происходит, и нам Спаситель как бы нужен. И вот в эти рождественские дни, да, самый большой подарок, который мы можем принять, это нашего Господа Иисуса Христа, чтобы мы в своей вот этой суете и в своей, может быть, такой, ну, как бы, правильной такой жизни не осуетились и не забыли Господа и нужду в Спасителе, чтобы мы нуждались. Потому что мы на пути в небо, в общем-то, встречаем очень много вот таких непростых ситуаций в жизни, и нам нужен Господь, который может помочь нам пронести и провести через эти все тяжелые обстоятельства. Как Господь говорил так же, вот через Иоанна, в 15 главе, вот о виноградной лозе, там говорится, там, также он говорит, что без меня вы делать не можете ничего. Я вот больше-больше в этот стих как-то выникаю, когда читаю, прочитываю заново-заново, что, ну, осознаю действительно, что мы без Бога ничего не можем сделать. Мы можем сделать что-то такое показное, что-то такое, ну, вроде как бы приятное, но оно, если там Бога не было, то есть оно как-то, ну, сено-солома. Вот, но если Господь в этом деле, то мы понимаем, что это Господь, что это действительно плод, который будет пребывать. И я вот, как бы, уходящий этот год, желал так же, вот, примириться со всеми, вот, пользуюсь этим моментом. Я прошлый год так вот как-то попросил прощения у всех, кого обидел, может, чем-то огорчил, потому что мы в жизни бываем очень много, согрешаем. И вот, чтобы перейти в Новый год как-то с благословением. И так же хотел пожелать то, что я желал, в общем-то, и вам в прошлом году, такое было обращение у меня на этот канал нашей церковной. Это послание Колоссянам, 3 глава, 12 по 17 стих. Это и мне в первую очередь пожелание, ну, и всем нам на будущий год. Колоссянам, это как бы заключение моей проповеди, и будем молиться, благодарить Господа, что Господь даровал нам эту победу в Иисусе Христе, который спасает нас от грехов наших, вот, чтобы мы были действительно своими, Богу не просто назывались, считались себя как фарисеи, и вот, что мы рода Авраамова, значит, мы отец наш Авраам, и вот мы вот не были никогда рабами, никому, когда они Христу говорили, вот, что мы были действительно, нуждались в Спасителе, и Спаситель помогал нам освободиться от наших грехов, которые нас, возможно, где-то подстерегают. Колоссянам, 3 глава, 12 и 17 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божие святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность, совершенство, и довладычествую в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. «И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Это пожелание всем нам на будущий год, если Господь продлит дни жизни наши, чтобы помог нам начать Новый год с чистого листа, забыть все какие-то обиды, печали и, может быть, какие-то недопонимания в нашей жизни, и чтобы Господь помог нам в этом будущем году также начать его правильно идти, и чтобы мы нуждались в нашем Господе Спасителе. Да будет имя Господа благословено и прославлено в нашем собрании. И также я закончу мою проповедь тем же стихом, Матфея 1, глава 21 стих, и будем молиться. «Ибо Он спасет людей своих от грехов их. Аминь». Помолимся. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя, мы вновь обращаемся в этот воскресный утренний час, Господь. Благодарим, Господь, за Твое рождение в этот мир, что Ты пришел, Господь, спасти, Господь, нас, грешников, и что мы нуждаемся в Тебе, Господь, чтобы мы были действительно детьми Твоими, Господь, не просто назывались, Господь, но и были ими, Господь. Чтобы мы верили Слову Твоему и были исполнителями Слова Твоего, Господь. Сохрани нас для Царствия Твоего в это последние времена, Господь, чтобы быть в числе мудрых дев, которые поправляют светильники свои и ожидают пришествия Твоего. Благослови, Господь, дальнейший ход служения, да будет имя Твое благословено и прославлено. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудется всеми нами. Аминь.